О нет, о нет, так нельзя делать. То есть, смотрите, вы говорите, я совершил грех, но я его вымолю. Вот это уже опасное отношение с Богом начинается. Смотрите, то есть вы, как вы думаете, я заранее распланировался, совершил грех, а потом я помолюсь и как бы его нейтрализую. Неправильное мышление. Потому что Богу вообще не нравится такое мышление. Лучше всего делать то, что ты сам заслужил, заработал. Не то, что заработали кто-то другие. Мы можем в этой деятельности иметь какие-то там трудности, можем там где-то поступить не совсем так, как надо, по правилам жизни. Но если мы идем к чему-то высокому, ценному, тогда мы, несомненно, сможем преодолеть все трудности и какие-то исключения станут для нас не такими сложными. Но есть принципиальные вещи. И принципиальными вещами является вот что. Смотрите, допустим, если я взял чужую собственность, и говорю, да, все нормально, как бы я взял ее для того, чтобы делать добрые дела, я это писательно все раскаюсь, помолюсь, и все как бы исправится. Вот здесь уже или взял чужую жену, и мы вместе помолимся, и как бы исправим эту ошибку. Или взял чужих детей и тоже помолился, чтобы все нормально было. Я вам просто как бы разную степень этого всего описываю, разную степень. Вот. Здесь самое главное – не войти в эту игру со своей совестью, понимаете? И даже молитва в раскаянии здесь не столько помогает, сколько помогает именно понимание опасности жить вот такой жизнью. Допустим, если, допустим, у вас не было выбора, и этот поступок для вас единственно возможный для развития, то Бог вам обязательно простит это все. Но если вы как бы уже запрограммировали, что этот стиль вы выбираете в жизни, то увидите, это будет катастрофой для вашей судьбы. Субтитры создавал DimaTorzok